В Дзержинском районном суде вновь не состоялось очередное заседание по делу о подмене органов и финансовых махинациях патонатомического бюро. Процесс перенесли из-за неявки двоих потерпевших и болезни адвоката одного из подсудимых. Напомним, что это запутанное и сложное дело состоит из нескольких. Первая часть обвинения относится к экономическим преступлениям. По данным следствия, сразу несколько медиков были причастны к финансовым махинациям, совершаемых в патологоанатомическом бюро. Вторая часть обвинения касается подмены органов умершей роженицы Елены Мочкалян. Сегодня нам удалось пообщаться и с супругом погибшей молодой женщины Арамом и с обвиняемым Вадимом Колченко. Мы готовы приводить все аргументы в свою защиту, приводить тех людей, которые на самом деле могут подтвердить и мою непричастность к совершению событий и вызывать в суд в качестве свидетелей, а возможно потом и обвиняемых сотрудников следственного аппарата, которые, собственно говоря, во многом под давлением определенных сил некачественно проводили следствие, систематически нарушали наши права, отклоняли ходатайство, не знакомили нас вовремя с назначением экспертиз, задним числом заставляли под психологическим давлением подписывать ознакомление. То есть очень много нарушений. Я надеюсь, что справедливость в конечном итоге восторжествует. По мнению подсудимого вина, следствие есть и в переносах судебного заседания из-за неявки потерпевших. Вадим Алексеевич настаивает на некачественной недобросовестной работе органов Следственного комитета. Вызванные в суд лица не проживают по указанным адресам, что тоже, в общем-то, прискорбно, поскольку следствие так проводило свою работу, что даже не установило место проживания вызываемых в суд свидетелей. Это тоже свидетельство о качестве следствия, которое торопилось быстрее и быстрее засунуть дело в суд. Арам Мочкалян придерживается немного другой точки зрения. Мужчина, дошедший в прошлом году до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, отмечает негативную, но явно прослеживающуюся тенденцию оттягивания судебного разбирательства. Для нашего судебного заседания это становится нормой, когда не является адвокат. Что касается потерпевших, которые нужно допросить, ну, честно, уже до этого их вызывали неоднократно, неоднократно, и никогда их не было, никогда не приходили. Вот. Я не пойму, в чем причина. Или не могут вызвать нормально, или в чем-то другом кроется. Или они просто не хотят как бы говорить об этом. Но по факту мы имеем то, что очередной раз у нас из девяти, по-моему, заседаний уже пятый раз переносится. Телеканал «Волгоград-1» продолжает следить за сложным и запутанным делом, в котором пока ясно только одно – погибших жену и сына Араму Мачкаляну не вернет ни один суд. Следующее судебное заседание состоится через неделю, 17 октября.